В семье прошел областной турнир по волейболу среди женских команд. В нем приняли участие преподавательский состав колледжей и школ города, а также студентки. Стоит отметить, что организатором турнира выступает школа-интернат номер 4 для слабослышащих детей в честь года молодежи и 25-летию маслехатов Казахстана. Мероприятие также посетил секретарь городского маслехата Бесенбек Акжалов. В честь года молодежи и 25-летию маслехатов нашей страны школа-интернат номер 4 для слабослышащих детей организовала турнир по волейболу среди женских команд. В ней приняли участие студенты образовательных учреждений и преподавательский состав колледжа и школ города. На турнир были приглашены представители городского маслехата. Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, говорят организаторы. Сборная команда сейчас сегодня играет, но я думаю победит сильнейшее, но вы знаете, что ежегодно в послании наш президент обращает огромное внимание на здоровый образ жизни. И как раз пропагандируем нашим детям, что надо играть, любить спорт, играть в волейбол. Сборная команда школы-интернат номер 4 для слабослышащих детей существует уже на протяжении 20 лет. Несмотря на то, что ее состав меняется, все это время волейболистки не уступают педестал победы. Во время турнира команду пришли поддержать коллеги и ученики. В этом году турнир посвящается Году молодежи и 25-летию маслехатов в Республике Казахстан. С целью пропаганды здорового образа жизни, развития физического культуры и спорта в нашей школе проводятся различные мероприятия. Наш коллектив уверен, что наши девчата снова выиграют, завоюют весь первый пьедестал и станут обладателями чемпионского звания, золотых медалей и кубка турнира. И сегодня у нас большой праздник – турнир по волейболу. Мы всегда очень болеем за наших учителей. Мы хотим быть такими же сильными, ловкими, как они желаем. Всем удачи, а нашим учителям победы. Всего в турнире приняли участие несколько команд. Они представляли не только наш город, но и районы области. Стоит отметить, что на соревнованиях не было возрастных ограничений. Волейболом занимаюсь уже 6 лет. Тренируемся мы каждый день, примерно по 2 часа. Мне очень нравится заниматься волейболом. Надеюсь, мы выиграем в сегодняшнем турнире. По итогам турнира первое место выиграла школа интернет номер 4 для слабослышащих детей. На втором месте расположился георазведочный колледж. Почетное третье место досталось команде Жарминского района. Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.